хотелось бы просто обратить внимание вообще на партизанское движение что это как оно было в общих чертах но просто почему в общих потому что мы за один ролик про партизан не сможем даже там полпроцента осветить это потому что настолько и конечно мы имеем ввиду великую отечественную вторую мировую войну настолько масштабные явления разноплановые и сложные более того хотя изученное хорошо но изучен до сих пор не до конца что важно поэтому вот сколько уж 100 лет скоро пройдет а все его изучают 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 открываются новые подробности каждый раз и некоторые моменты да мы можем точно утверждать что да так было а про некоторые мы даже вопроса поставить не можем потому что мы не знаем какие вопросы ставить пока еще хотя повторюсь начиная советских времен изучалась подробнейшим образом дума о ковпаке замечательные фильмы снимались просто прекрасные кстати кто не смотрел всем настоятельнейшим образом рекомендую фильм про сидора арсеньевича ковпака это прям и фигура замечательная сама по себе фильм тоже получился хороший для своего времени а в смысле сценарного мастерства так сейчас таких уже старев чё-то как-то и отсутствует просто не делаю сейчас таких сценариев себя бы присоветовал вот когда-то была у нас перестройка и наши творцы закричали что им большевики проклятые не давали творить в полную силу как мы помним слава богу да и говнопорывы душили на корне и многие фильмы запрещали и клали на полку и вот когда они открыли эти секретные полки большевиков там за 70 лет накопился один хороший фильм все остальные оставили остальные три оставили меня в глубоком недоумении но хороший фильм назывался и называется проверка на дорогах отличный фильм снят по книжке юрия германа я имя могу перепутать герману старшего книжка называется операция с новым годом вот тоже настоятельно рекомендую про партизан настоятельно рекомендую с прочтением это еще когда наши писатели с уважением глубоким относились к тому что пережили и перевоевали предки очень хорошая книга и я бы рекомендовал сначала посмотреть кино проверка на дорогах а потом прочитать книжку не наоборот очень хорошие до поддерживаю у нас партизанское движение в родных наших отечествах одно два раза ярко проявлялся война 1812 года все знают по партизанам 1812 года василиса кожина денис давыдов и все остальное и с 1941 по 44 по самое то время когда немцев окончательно выдворили из границ советского союза но 44 включительно понятное дело и вот это сопоставление 1812 и 41 очень ярко очень ярко сопоставление почему потому что очень похоже потому что партизан как я надеюсь все кто хоть чуть-чуть вообще слышал про это явление это вообще-то профессиональные военные которых специально готовят и оставляют в тылу противника когда противник захватывать какие-то территории вот на этих территориях у них тылу есть партизаны от слова парт то есть часть эта часть регулярных войск которая находится там и нарушает коммуникации нарушает снабжение нарушает логистику и всячески гадит завоевателя вот это вот поэтому денис давыдов как мы знаем гусар офицер специально обученный подготовленный вот он партизанин в тылу наполеона хотя казалось бы гусар должен быть в строю эскадрона с саблей с пистолетом при седле и скакать в атаку при бродине и в красивом менки кино очень красиво да да и доломани так сказать сколько это стоило тогда очень много оно и сейчас какое-то это ручная работа там все эти шнуры витые черти и что оплетки ну там мундиры демонические конечно были совершенно причем в них тоже партизанами но это было связано с тем что в начале 19 века с армейской разведкой а также диверсионной работой по нашим представлениям все было очень плохо потому что в разведку как ездили ну тех же гусар ну все потому что легкая кавалерия быстро их можно послать в разведку например так там господи эскадрон там 120 человек поехали на разведку с саблями на плечах приехали посмотрели в подозрительную трубу сказали о враг коварный давайте его наваляем сотня юных бойцов из буденовских войск ездили на разведку заодно наваляли все приехали сказали что уже разведывать ничего не нужно уже всем навалено такие а мы же вас просили разузнать чего-то ну извините так вышло так вышло невелико извините можно еще раз нет уж вы теперь не надо сидите дома дайте бы воевать нормально с одной стороны денис давыдов вот пожалуйста яркая ярчайшая просто фигура такой символ этого профессионального партизанского лидера да который действовал на коммуникациях наполеонских войн с другой стороны знаменитая старостиха василиса кожина который кстати говоря не очень понятно было она вообще как такова или нет или это легенда но будем считать что была просто опять же как некий символ это народное движение дубина народа да вот та самая дубина народной войны которую воспел свое время лев толстой василиса как олицетворение дубины дубины да то есть когда завоеватели достают население настолько что население отлично понимает что одно с регулярными войсками бодаться не может мы думали вы хорошие а вы вон какие то есть когда население доводит до такого состояния что им терять то уже нечего понятно что христиане с вилами против даже дезорганизованных и голодных но регулярных войск наполеона что ничи это жертва всегда но это жертва когда у тебя вот земля буквально под ногами полыхает и ты от расположения полка отойти спокойно не можешь она создает дополнительное напряжение то есть ты не можешь спокойно отфоржироваться не можешь спокойно пойти там коней напоить потому что все время ждет что сейчас тебя чем-нибудь треснут подцепят тебе виды какую-нибудь гадость украдут наконец или тебя или коня или или еду или телегу что угодно короче говоря неприятности ты постоянно ждешь это жутко напрягает всегда регулярные части потому что регулярные части рассчитаны на то чтобы решать достойные их мощности оперативные задачи то есть там взятие крепости обороны крепости полевое сражение атака маневр обороны в составе большого больших подразделений так или иначе вот они на это заточены а когда войска например на марше на постой на биваки они не представляют из себя той самой решительной силы ради которой они вообще созданы то есть построиться на поле боя там залпы из пушек штуки перемкнуть и в атаку пойти на кого ты в атаку пойдешь на лес поэтому вот это народное движение было очень ярко представлено и когда мы говорим про 41 год мы тоже видим и профессиональных так так сказать партизан и партизан профессиональных поскольку поскольку они военные оказавшиеся в тылу ну там понятно совсем другие темпы наступления были масштабы операции по сравнению с 1812 годом поэтому все мы знаем эти котлы окружения отрезание войск от своих основных частей и прочее то есть в тылу оставалось много военных профессиональных но они не партизан они не обучены диверсионной работе это тоже военные как и те военные которые должны вот идти на полевое сражение например так и именно народная реакция строго говоря если говорить о первой составляющей самой важной в смысле эффективности то у нас партизан специально долго много и вдумчиво готовили